Хочу заострить ваше внимание на одном моменте, слушая сегодня мое выступление, перечисление, и то, что я опустил, ряд фактов, перечисление вооруженных сил, вооружений, которые поступают в армии наших соседних стран, особенно Польши, страны Балтии, да и Германии и прочее, они же недалеко от нас. У вас возникнет вопрос, возможно возник вопрос, конечно, а как воевать с ними? Вооружены до зубов, численность у них непомерная, размещены они, эти страны, на границе с нами, очень неудобно для нас, северо-запад, запад, да и на юге у нас сегодня проблем достаточно. Как воевать? Мы и до размещения ядерного оружия в Беларуси ориентирулись на то, чтобы нанести им неприемлемый ущерб, чтобы они понимали, что мы можем ударить так, что для них это будет неприемлемо. Вопрос не в том, чтобы лоб в лоб стоять и стрелять друг в друга. Мы прекрасно понимаем, что это будет очень тяжело, почти невозможно. Поэтому у нас в прежних военных документах были предусмотрены факты и факторы нанесения неприемлемого военного ущерба. Что касается ядерного оружия, мы на территории Беларуси имели самое современное на то время, оно и сейчас на вооружении в России, самое современное стратегическое оружие. Были размещены, я их видел, как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения. Вывели. Мне пришлось подписывать этот документ, о котором говорил министр Будапешт. Но если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Нам не надо было бы никакого другого современного оружия. Но это решено было до меня по требованию американцев. И вы знаете, у руководства тогда нашей страны, особенно Верховного Совета, какие люди стояли и как принималось это решение. Я помню свои первые шаги ядерное оружие ядерным оружием, но пообещали же уничтожить все виды практически вооружений обычные. Резали все. Самолеты, танки, артиллерийские установки. Я помню, приехал в Борисов, по-моему. Шейман мне доложил о ситуации. Я поехал в Борисов. Передо мной жуткая картина. Перевернутые танки, БМП. Для меня человека недавно порезанные на куски. Для меня человека недавно в офицерской должности, служившего в армии. Это было не просто непонятно, это было жутко. И тогда, может быть, не имея полномочий таких, я прекратил эту резню. Запретил уничтожать бронированную технику. Резали все на куски, грузили в железнодорожные составы и увозили в Германию на переплавку. Самое ценное, что могло быть, это броня. Поэтому мы очень долго думали, как нанести этот неприемлемый ущерб. И многие говорят, вот Россия тут чего-то разместила, чтобы нас поставить под удар. Я же вам до размещения ядерного оружия здесь говорил и публично заявлял и обращался к руководству России, президенту России о возврате к нам ядерного оружия. Стратегическое оружие, может быть, и не надо сюда возвращать. Мы же не будем воевать с Америкой. Стратегическое оружие – это межконгентально-баллистические ракеты, которые у нас были размещены. Но о тактическом оружии и речи быть не может. Оно должно быть на территории Беларуси. Но поскольку нас еще и в соагрессоры записали, мы с Путиным главные враги в мире и агрессоры, руководство Российской Федерации, сопоставляя все факты, приняло решение, еще раз подчеркиваю, по моему настоянию, а не потому, что они хотели тут создать базу ядерного оружия, вернуло нам энное количество, не буду называть цифры, я уже говорил, несколько десятков самых современных ядерных боеприпасов, бомбы и ракетные исполнения. Мною принято решение к Искандерам ракеты. Мною принято решение о размещении этого оружия, обслуживании и о действиях Искандеров на территории Беларуси. Это очень опасное и очень мощное оружие, оно себя показало уже на Украине с обычными ракетами. Поэтому все регламентировано, сотрудники Министерства обороны и Генерального штаба хорошо знают, что делать и в какой ситуации. Поэтому говорить о том, что мы развернули гонку вооружений, ну слушайте, у нас же нету каких-то шальных денег. Мы все зарабатываем от мозоля и от своего ума, я это прекрасно понимаю. Лишних денег нет на то, чтобы закупать неизвестно что. Мы сегодня не производим ни самолеты военные, мы не производим системы противовоздушной обороны, мы не производим танки. Ну то, что используется на поле боя. Все это мы покупаем. Или россияне, как наши самые близкие союзники и заинтересованные в стабильности в нашей стране, люди нам поставляют по нашим союзным договоренностям. Сегодня мы имеем и противовоздушную оборону, сегодня мы имеем и самолеты и вертолеты. Артиллеры и танков у нас предостаточно. Хорошо, что тогда не порезали и не отвезли в Германию на переплавку для них. Поэтому это у нас все есть. Автоматы, пулеметы, гранатометы, пистолеты, они очень востребованы сейчас. Особенно у нас, в условиях лесисто-болотистой местности. Попробуй пройти по дороге, хорошей дороге через лес. Трудно. Так как это было на первом этапе в направлении Киева, мы это видели, и так просто было продвигаться россиянам. Засады были в любой точке. И достаточно было одного гранатомета с плеча. Я в своей профессии военной первым, у меня специальность первая была гранатометщика. Прошел в армию, а здоровый, на тебе гранатомет. Я знаю, что это за оружие. Вот этого даже оружия достаточно, чтобы остановить бронированную технику противника. Поэтому мы это еще не уничтожили. Недавно вы видели мою поездку на склады хранения вооружений. Мы, как рачительные хозяева, и я это требую от министра обороны и подчиненных, чтобы все было смазано и уложено там, где надо. В нужный момент взяли, воюем. У нас этого стрелкового оружия под 2 миллиона стволов, по-моему, всего есть. Огромное количество. Мы ничего не выбрасываем. Я вам рассказывал, мне еще тогда сопливому молодому президенту предложили, заключили когда-то договор об уничтожении мин. И это вредно, это плохо, это должно все быть уничтожено. Я спрашиваю, а на Западе? А на Западе не уничтожают? Я говорю, положите, пусть лежат на всякий случай. Сегодня в Украине что видим? Минное заграждение, минное заграждение. Их преодолеть невозможно. У нас это, богатства этого хватает. Ну и если они разворачивают такие силы, они печатают евро, они печатают доллары. Мы карачиваемся для того, чтобы их заработать. Как против них сегодня? Как их сдерживать? Ну вот ядерное оружие. Мы, правильно сказал министр, никого не пугаем ядерным оружием. Мы ни на кого не нападаем. Но вот эти расхожие разговоры, да что там Путин положил их. И Лукашенко будет на них смотреть и молиться, если начнется война против Беларуси. Да вы очнитесь, вы же меня знаете хорошо. И там очень хорошо знают, что не дай бог они ступят на территорию Беларуси. Они получат мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от Российской Федерации. Вы слышали недавно заявление президента Путина, что нападение на Беларусь расцениваться будет как нападение на Российскую Федерацию. Поэтому мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб. Поэтому прежде чем создавать коалиции, выдвигать к нашей границе вооруженные силы, провоцировать нас, чтобы мы выводили наши батальонные тактические группы и стояли лоб в лоб, ну у нас столько людей пока нет и сил нет. Мобилизацию проводить я не собираюсь. Они должны понимать, что их столица совсем рядом с нашей границей. Поэтому законной целью, как принято говорить, будут те, кто принимает это решение. Это совсем рядом. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы не хотим войны. Знаете, я человек деревенский, выросший на природе. Я вот часто, бывая на местах в Беларуси, да и живу в деревне, в лес выезжаю, там прыгорок такой, горка, и смотрю на нашу землю. И думаю, ну что надо людям еще? Что надо, чтобы как в Украине сидеть в этой грязи, неумытыми, грязными? И наша молодежь должна понимать, что не дай бог война, вы, я и молодежь, мы будем первыми там, на линии огня. Грязными, замызганными, возможно, вшивыми, неумытыми, голодными, полуголодными сидеть в этих окопах. И наша жизнь хорошая, комфортная. Не хуже в Европе живут и в Америке. Зачем мы воюем? Зачем это надо? Надо мирно жить, развиваться, особенно с таким соседом, как Беларусь. Мы не хотим ни с кем воевать. И я уверен, не будем воевать. Они понимают, что мы можем серьезно ответить. А это гибель, одновременная гибель миллионов людей. Это новая война. И я уже не раз говорил, если что, мы станем все Брестской крепостью, но защитим свою землю. Хватит. Мы уже наелись. Я, как историк, понимаю, что мы пережили. И туда нас включали, и сюда нас включали, и нас наклоняли. И мы все время согнувшись в обтях ходили. Получили эту независимость. Так ее надо сберечь. Всячески. Желательно, без войны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ